Перед тем, как поговорить со старостой, хотелось бы еще подвести итоги предыдущего боя. Мы, конечно, его выиграли, но нам пришлось дважды восстанавливаться из сохранений. И, наверное, хорошо бы подумать над причинами, почему это произошло. Несмотря на то, что мы не знали расположение врага, где он стоит, чем он вооружен, бой для нас начинался очень неплохо. То есть у нас Рамон Франко очень замечательно отработал по врагу вооруженному УЗИ. Замечательно, то есть он успел выстрелить первым, попал по нему. Оба врага, которые стояли здесь и здесь первыми выстрелами промазали, и тем не менее нам пришлось восстанавливаться. Значит, в первом случае Иванов пробежал, добежал до бойца вооруженного, до врага вооруженного Николашниковым. Стал примерно с ним рядышком, примерно под одинаковым с ним углом. И, значит, от бедра стреляя, это самый быстрый режим стрельбы, пытался выстрелить. Я рассчитывал, искренне рассчитывал на то, что Иванов успеет выстрелить первым. Почему это не произошло? Хотя у Иванова очень неплохой показатель быстрой стрельбы, там 60, 1, очень неплохо. Возможно, сказался адреналин. Но в первую очередь сказалось то, что враг уже один раз выстрелил. Несмотря на то, что он промазал, если ты один раз выстрелил, второй выстрел делается быстрее. Вот это и было ключевым моментом. Я это не учел. То есть, по идее, надо было это учитывать. Я думал, мы с ним стоим под одинаковым углом. Чтобы попасть мне во врага и врагу в меня, нужно сделать одинаковые действия. Нужно, значит, повернуться, например, на один и тот же угол. Нужно взять на изготовку оружие и выстрелить. Но враг уже перед этим выстрел делал. И у него это все получилось быстрее. Несмотря на то, что у меня навык быстрой стрельбы очень неплох. Что я мог сделать в той ситуации? Ну, во-первых, мог пробежать чуть дальше за него. За него. И тем самым его спутать, перепутать. Вот это мы сделали во второй раз. И вы видели, что враги тупили, стреляли в то место, где меня уже давно нет. То, собственно, это можно было бы и в первый раз сделать. Конечно, это очень тонкий момент. Но, в принципе, мы играем серьезно. Почему бы нам это не учитывать? То есть, будем учитывать то, что враг уже стрелял. И будет во второй раз стрелять быстрее. С ним, так сказать, равняться нам не стоит в этой ситуации. Во второй раз. Это была ошибка гораздо более примитивная. Ситуация была очень хорошо просчитывалась. Вот, я тут откровенно рискнул. Зачем, непонятно. Для чего-то я пошел Рамон Франко, дал команду идти к врагу. Зачем, непонятно. У Рамона Франко, во-первых, СКС он стреляет дальше, чем тот Калашников, которым вооружен был супостат. То есть, зачем сближаться с ним, это явно не в мою пользу. Потому что Калашников быстрее, чем СКС. И СКС замечательно работает на дистанции. Первое. Второе. Я стал сближаться с ним по прямой. То есть, я шел на него, ему было легко прицеливаться. Собственно, он отработал, воспользовался ситуацией. Что я мог сделать в той ситуации? Да элементарно. Ну, во-первых, лечь. Мог лечь и, в общем, дожидаться спокойно. Вот так же, как во второй раз, когда он выйдет, не выдержит, выйдет, подойдет к нам. Вот, отработал бы или сервера Урбана у нас, или Раман Франко по нему. Во-первых. Во-вторых, мог пойти не к нему, а мимо него. То есть, ему было бы сложнее гораздо в меня попасть. Видели, сервера Урбана шел мимо него. И, собственно, два выстрела у него улетели в молоко. То есть, сервера Урбана он не попал. И я то же самое мог сделать с Раманом Франко. То есть, мог пойти вот к этим камням. Например, сесть вот здесь вот за камнями и дожидаться его вот на этой прямой. По-моему, неплохо было бы вот здесь вот его встретить. Вот, если бы он побежал сюда, здесь сервера Урбана его бы ждал. Ну, в общем-то, клещи такие получались. Перекрестный огонь, по-моему, неплохо очень. Вот, в общем-то, вот две ошибки. Собственно, два раза пришлось восстанавливаться. Два раза я не просчитал ситуацию. Хотя мог. Вот сейчас вот, как говорят, задним умом. Все мы крепки. То есть, ситуацию можно было бы решить без восстановления. Вот, несмотря на то, что так вот неожиданно. Сразу нас три врага откружили. Сразу давай по нам палить. Вот как-то так. Теперь вернемся к... Вот сейчас бой какой-то будет происходить. Тоже я немножко неправильно встал. Вот, во-первых, враги-супостаты будут возвращаться. После разговора со мной будут возвращаться вот сюда. Вот, примерно в эту точку. Вот сюда. По прямой мне бы хотелось, чтобы они на меня шли. Опять я вот встал вбок. Зачем? То есть, мне прицеливаться будет сложнее. Враги будут идти мимо меня. Поэтому вот Роман Франко абсолютно неправильно у меня стоит. Наверное, лучше им стать вот здесь вот. Я это сейчас сделаю. Так, вот так вот встали. Вот. И серво Урбана тоже. Наверное, давай-ка ты поближе. Поближе вставай. Да, в общем-то. Даже не поближе, а просто вот сюда давай. К нему рядышком. Тоже замечательно. Вот так вот по прямой никуда не... Ну, может быть, ладно. Может быть, вот так вот я встану. Вот на вот этой прямой. Вот так вот я встану. Вот, по-моему, это было бы более грамотным. Вот. Ну, а теперь возвращаемся к Иванову. Еще раз сохраняемся. И сейчас будем говорить со старостой. Так, итак, говорим со старостой. Как дела? Ну, это на квест от старосты. Ну, нам сейчас этот квест не дадут. У нас показатели профессионализма настолько маленькие, что нам сейчас квесты никто не будет давать. А вот. Я вижу, ты не очень рад тому, что мы спасли твою деревушку от грабителей, сеньор Марио Бельеса. Спасли. Да теперь их главарь от нашей деревни камня на камне не оставит. Раньше с ними хоть можно было договориться, а теперь, когда он узнает, что его люди мертвы, он будет в ярости. О чем это ты договаривался с бандитами? Учти, староста, врать не советую. Я тут по заданию Марсела Трона, знаешь такого? По глазам вижу, что знаешь. Ну, предположим, что знаю. И что с того? Договорил себя с бандитами, чтобы оставили нас в покое, хоть на какое-то время. Почти договорился. Но тебе удалось все испортить. Как тебе вообще занесло к нам? Я здесь для того, чтобы узнать, почему задерживается груз, который ты должен был отправить партизанам. Много вас таких ходит, умных и с оружием. Говорил я твоему коменданту, чтобы помог бандитов приструнить. Но у него есть дела и поважнее, чем дать людей для защиты богом забытой деревни. А теперь весь его драгоценный груз у бандитов. Что за бандиты? Дружки этих, которые на нас напали? Да, они самые чуманые их дома. Где груз, который везли партизанам? Понятия не имею. Об этом надо спрашивать у бандитов. Послушай, раз уж ты здесь, помоги нам разделаться с бандой. Сами мы не справимся. Оружие у меня есть. Но даже с оружием в руках мы крестьяне, а не солдаты. А с тобой и твоими людьми у нас есть шанс. Банда большая? А кто же считал-то? Примерно человек сорок, может быть больше. Мне надо все обдумать. Но времени обдумывать у нас не будет, потому что здесь появились бандиты. Вот они, раз, в точке спауна, вот эти синие кружочки. Вот они, два. А вот даже и три. Ну-ка. Пусть идут. Ага, идут. Ну, собственно, вот, сейчас с ними будет разговор. Суть его в том, чтобы набить стрелку с главарем бандитов. Вот, можно этих бандитов потом будет не стрелять. Они спокойно наколдут на своей точке спауна. Но мы сделаем немного по-другому. Мы с ними все-таки слеснемся и, в общем, немножко с них оружие поимеем. Вот. А во-вторых, что? Ну, Марио Бельеса, староста этой деревни, нам сказал, что будет очень благодарен, если мы эту деревню защитим. То есть, запомним этот момент. И второе, то, что у него есть оружие. Запомним и этот тоже момент. Потому что оружие нам, которое у него есть, все-таки пригодится. У него там есть несколько очень интересных образцов. Помнится. Будем дожидаться их. Сейчас я вот так как-то стану. Подождем. Они потихоньку к нам подтягиваются. Бандюганы. Здесь тоже. Раз, два, три, четыре, пять, шесть человек. К нам подползают. Вот они. О, нет, тут даже трое. Больше, больше тут. Народу. Вот охотник, которого можно нанять. Он вот здесь вот находится. Но мы к нему не успеем сейчас. Так что... Вот этот что-то застрял. Чудачок. В общем, три, четыре, пять, шесть. По-моему, человек к нам ползут. О, трое уже даже видны. Ну-ка, а здесь что? Сколько их там? Знаете, до нас даже не дойдут. Вот эти вот. Здесь мы их не видим. Даже смысла смотреть на них нет. И вон еще один бандит. Вон он видно. Тоже, наверное, мы с ним не успеем разделаться. Далековато. А вот трое. Кстати, какое оружие? Так, ну у тебя вообще непонятно что. У тебя пистолет, у тебя мини-узи. Да, не густо. Не густо. Ну-ка, а у тебя... Ты где? Это уже не виден. Ялки-палки. Ага, вот. С нами базар. В общем, сейчас мы с ними так ловко переговорим, что, в общем-то, они на нас не обидятся, а уйдут. Не будем говорить, да пошел-то алкаш хренов. То есть мы спокойненько с ними разговариваем. Спрашивают, типа, где тут корешки у них были. Куда они подевались. Естественно, не будем говорить, что я их завалил. Говорим, что они отдыхают. Вот, тоже не будем бой начинать с ними. Значит, сеньор Алонсо. Прям как у пилота Формулы-1. Алонсо. Вот это и есть тут главарь бандитов. В общем, надо с ним поговорить, говорю. С глазу на глаз. Дело огромной важности. Ну и все. Значит, игра сейчас на паузе стоит. Значит, в принципе, они сейчас отваливают и уходят отсюда. Ну вот эти едва успели через мост перейти. Мы их даже не достанем. Вот, в общем, вот наши цели. Три человека. Сейчас попробуем их вальнуть. Так, что с вами делать-то? Вот ты чем вооружен? Что-то ты какой-то подозрительный тип. На стрелку пришел без оружия, что ли? Что там у тебя? А? Ну что, чудаки? Как-то я сейчас вот так вот встану по прямой. Оп, стоп, 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 стоп. Куда побежали? На тебе. Попал! Моя пуля! Говорю, это оружие массового поражения. Ну, в этого я не попаду, его там встретят. Так, этот у нас ранен. Подойдем. Вот так вот от бедра. Прокачаем. Так, пора там уже встречать его. Тут сорвать, зараза, перехитрил он нас, а? Так. Давай, серву. Давай. Так, на всякий случай Рамон Франко пусть вот сюда посмотрит, потому что мало ли кто тут подтянется. Давай, серву. Мочи. Супостата. Какой-то странный он без оружия ходит. Все, бой закончился. Минус три человека. Чем-то вооружен-то был, а? Ну, видимо, вот этим пистолетом. У всех, кстати, небольшое количество денежек. Ладно, убрать все трупы. Что тут разглядывать. Денег совсем немного с них сняли. Ну, сняли. В общем, тут интересного у них ничего нету. Этот пистолет под 9 на 19. Это фигня полная. Причем он в таком состоянии. Ржавая. Всего 13 точность. То есть, этот пистолет, я помню, он вообще не особо-то мощный. Но все-таки у него точность-то побольше. Что-то в районе 20, 19, как-то так. Это тоже 9 на 19. А, ой, нет, нет, нет. Набрал 45 АЦП. Но, собственно, тоже он старая. Тоже у него точно с 12. Тоже ни о чем. Ну-ка, а мини-узи у нас 10. Да что же вы такое таскаете-то с собой? Говно всякое. Извиняюсь за выражение. Что же вы с таким оружием-то ходите? Да. Вот это да. Так, ну все. Все, кстати, вот эта вот вещь. Интересная, но нам не пригодится. То есть, нам нужно все-таки удостоверение полиции. Не такое вот найденное, а поддельное или настоящее. В общем, найденное нам никак не пригодится. Ну, единственное, мы его там продать сможем. Но это не скоро. Еще до этого надо дожить. Просто не показывал. То есть, вот такое полицейское удостоверение. И вообще, с удостоверениями тема очень важная, нужная. И когда-то нам пригодится. Изолента, кстати, хорошая вещь. Хорошая вещь. Можно с помощью изоленты два магазина взять и вместе соединить. Сейчас покажу как. Мы берем один магазин. Берем второй магазин. Хоп. Изолента у нас теперь с небольшим износом. Но зато у нас крутой магазин. Весом 660 грамм. На 60 патронов. Они на 30. После 30 патронов там, правда, будет такая пауза небольшая в стрельбе. Он будет переворачивать магазин. Но это гораздо быстрее все равно будет происходить, нежели классическая смена магазина. Так. Ну, все. Готовимся к бою. Готовимся к бою. Все это выкладываем. Я не знаю, зачем нам это ружье. Пусть. Нет, нам не нужно это ружье. Все мы это все убираем. Это сейчас я чисто взял для того, чтобы не тратить наши нормальные патроны. В общем, в принципе, это не нужно. Это нам все не нужно. Так, Иванов. А, Иванову нужно. Иванов. Да, да, да. Пусть. Уже говорил, оружие массового поражения. Я думаю, я там засандалил. Несколько выстрелов засандалил из этого агрегата. Пока они там кучкой будут стоять. Я там по ним отработаю. Патронов не так много. Вот, в общем-то, 7 патронов и 7 патронов. Да там больше... Да дай бог, хотя бы 7 патронов там отстрелять. Там же не дадут. Там такая толпа будет, что... Вот. Рамон Франко даже не успел пострелять из этого пистолета. Вот, все это пока убираем. Эти две обоймы пока пусть будут, но, наверное, тоже не особо пригодятся. Все. Вот здесь есть у нас пустое место. Здесь есть у нас пустое место. У Иванова тоже есть пустое место на шее. Вот мы сейчас, я надеюсь, что три каких-то ствола с хорошей дальностью мы возьмем. Хотя, в общем-то, Иванову, может быть, этот ствол не так уж и нужен. Он там вблизи будет стоять. В общем, посмотрим. Так, так, так. Все. Вот эту вот обойму 60 патронов мы, в общем-то, никак, по-моему, похоже, никак мы ее не применим. Вот. Здесь я не хочу применять, потому что здесь патроны, вот это спортивно-охочничьи. Я вообще их не хочу тратить. Если честно, хочу вообще их вот взять и заныкать у Иванова. Да, 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 вот. У него они как-то целее будут. А тебе, Рамон Франко, вот, пожалуйста, на тебе обычные патрончики. Вот. У серого Урбана. Вот. В принципе, можно засандалить ему. Да, наверное, можно. Почему нет? Во. Неплохо. Действительно неплохо. А ну-ка, сейчас. Давай-ка. Используем эту обойму. Вот так вот сделаем. Во. Прям пулемет у нас получился. Это не нужно. Так. А так, вроде, все. Значит, это 9 на 19 патроны. У нас никакого такого оружия под 9 на 19 нет. Можно, конечно, вот серого Урбана дать какой-то вот мини-узи. Ну-ка. Вот здесь вот видно, кстати, что приклад есть. Сейчас я его разложу. Дальность 16. Дальность 11. Да, чуть-чуть получше. Агрегат этот стал. Чуть-чуть получше. Просто если вражина какая-то вблизи подойдет, вот этот ствол достаточно медленный. Ну и что там патроны тратить? Да, в общем, мы сейчас, наверное, ему дадим и патронов. 9 на 19. Вот эта вот обоймочка на твоя. Ну и все. И вот так вот сложишь приклад. Ладно, вообще зачем? 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 Вот сюда влезет ствол. Нормально. Нормально. Вот так и будем. Все, влезет у нас еще один ствол. Для дальних действий каких-то. Вот все вот так вот. Даже можешь обойму еще взять одну. Все, тут мало ли кто подлезет вблизи. Все-таки 50 патронов дополнительно. Пусть будет. У Раман Франкова тут есть пистолет. То есть тоже, в общем-то, будет пистолетом работать. Эти пистолеты, по-моему, не лучше совершенно. Все. Вот этот пистолет-пулемет тоже дерьмо редкое. В общем, даже в идеальном состоянии. Когда? Тем более в таком. В общем, все. Этот мини-узи убитый. Смысла менять. ТТ. Даже вот такой китайский клон тоже нету. Наверное, все. Вот эти пистолеты ни о чем. 13-12. Нет, не то. Вот ружье это особо не нужно. У меня нету таких замечательных патронов дробовых. Ну все. Вот так как-то. Да, вот так. Подходим к старости. Сейчас мы с ним поговорим насчет оружия. А, да, 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 кстати. Охотник. Сейчас завербуем охотника. Он где-то вот тут, вот тут, вот тут. Я по миникарте ориентируюсь. Вот где-то, вот он вот здесь, вот где-то он вот. Вот тут, что ли? Да, где-то тут. Давай, побежали. Иванов, давай к охотнику. Охотника сразу завербуем, посмотрим у него что там за оружие. Было, помнится. Очень оно мне нравилось. Да, оно у него было. Гуляя, ничто. Принято. Он тоже подтверждает, что минимум там человек 30 в банде, что банда здесь была. И, в общем, проблемы доставляет этой деревне. И немалая. Вот. И говорит, что если что, бери меня в команду, и я бы тоже помог бы вам в войне. Не понял. А почему ты не берешься? Чем могу быть полезен? Да елки-палки, а почему ты не берешься? Не понял я. Ладно, сейчас может со старостой надо переговорить. Вижу, как старости. На всякий случай сохранимся. Вот, он рассказывает об оружии, которое он купил за 300 тысяч долларов полинейра. Вот. И что, в общем-то, ему реально впарили там. Старье. Вот оно. Значит, это у него такой тайник с оружием. Если что, вот теперь у него есть такая опция. Открой тайник. Ага, вот, два ствола. Винтовка М1 Грант. Под патроны 30-06. Такие патрончики. Очень мощные. 67 дальности у этой винтовки. В общем-то, да, эта винтовка, вон, ощутимо, дальше 50 метров работает. И вот их мы будем использовать. Вот эти вот винчестеры, карабины винчестеры, вот эти револьверы, это ни о чем оружие. То есть, это неинтересное оружие. Револьверы, они очень медленные. Гораздо медленнее всяких УЗИ и пистолетов. А вот эти вот карабины, ну, они просто 30 дальности. Это тоже зачем оно надо? Не нужно. Вот эти два, две винтовки, вот они хорошие. И к ним у нас есть 60 патронов. Вот 20-20-20. Это все патроны к винчестерам. Все, по-моему, больше тут ничего нет. То, вот, сразу винтовочки мы дадим. Сразу зарядим. Одну коробку патронов. И Рамон, Рамон Франко тоже получаю винтовку. У нас вообще зачетно стреляешь. И так вообще. И патронов побольше дадим, потому что у сервера Урбана у него еще маузер. есть. То есть, у 13 патронов. Хоть она и хуже, 59 по дальности. Но вот и по графикам она хуже. Вот видно. 50 метров всего лишь. А эта винтовка, да, вон. Метров так и так, ну, не знаю, на 20 как минимум. На 10 как минимум. Да, метров на 10, на 15 как минимум. Дальше работает. Так, есть такое дело. Но Иванов будет вблизи. То есть, ему это все не нужно. Так, охотник. Что за ерунда? Ага, во, все. Наконец-то с ним диалог появился. Я уж испугался. Как так? Думал, может я как-то с ним не так поговорил. Грядет большое сражение. Будет лучше, если вы поступите в мое распоряжение, пока все не закончится. С удовольствием. Отлично. И смотрим на него. Во-первых, смотрим на характеристики его. Алиас Агила. Агилар. Ага. На шуту. 93 стрельба. 81 опыт. И вот во время боя вы увидите, что значит 93 стрельба. Этот охотник, он по-моему вообще не промахивается. Монстр просто. И карабинчик у него зачетный. Зачетненький. Под 357 Magnum. 38 дальность. Но это пусть вас сильно не расслабляет, так сказать. Потому что это 50 метров. С учетом его 93 стрельбы. С учетом того, что он еще достаточно резвый. И в обойме по 9 патронов. В общем, это страшное оружие. Так, вот это. Я вот даже тебя не хочу. Ничего тебе забирать. Настолько ты мне нравишься. 59 патронов. Вот лишь бы тебе патронов хватило. Но опять же, я вот не хочу стрелять здесь много никем, кроме Иванова. То есть я хочу, чтобы раскачивался в первую очередь стрельбой Иванов. А не вот эти три человека. Они, в общем-то, после этого боя мне будут не нужны. И, по-моему, вот все, никогда больше не понадобится. Сервого Урбана, помнится, там миссия будет. Но она никак не связана со стрельбой, по-моему. А даже если и связана, то там какой-то совершенно легкий квест. В общем, ерунда. Мне не надо их раскачивать. Вот мне Иванов интересует. Он в основном должен стрелять. Ну, так что вот. Ну, все, что еще-то. Патронов Иванова я не могу дать. Граната здесь все занимает. Все. И, в общем-то, больше ничего. Сразу берите винтовочки. Стрелять вы будете издалека. У тебя она уже есть. Знаешь, как мы становимся? Во-первых, как появятся враги. Враги появятся вот здесь. То есть на этой точке спауна. Их будет очень много. Вот здесь будет просто все усеяно ими. Вот сюда выйдет главарь. Ну, я говорю, выйдет. Как будто это так и произойдет. На самом деле, я играл в старые версии. В общем-то, возможно, что нам разработчики преподнесут тут какой-то сюрприз. Как преподнесли сюрприз капитанам. Который вдруг резко повысил свои спортивные, так сказать, навыки. И стал носиться как страус. В общем, реально меня испугал в той миссии. Я его, в общем-то, еле догнал. Так здесь, может быть, что-то нас удивят. Но раньше вот здесь была куча толпа. В общем-то, и обычно я играл, ну, как так. То, что устраивал тут огненный вал. И, в общем, враг не пройдет. Вот этот вот мост у меня был, как, я не знаю, как рубеж. Стоял насмерть, чтобы они не прошли. Значит, еще один спаун. Будет врагов вот здесь, вот в этой точке. И побегут они или вот через этот мостик. Вот сюда. Вот сюда вот будут выходить. Вот здесь вот по прямой будут к нам. Не-не-не-не, наврал, наврал. Вот здесь. Да, вот здесь вот. Сейчас я покажу отсюда. Вот здесь вот будут подходить. Вот, вот так вот. Но может несколько вражин пройти и сзади. Вот тут вот обойти сзади. Вот как-то отсюда обойти. Могут. Гады. Я обычно здесь ложился, так сказать, своими снайперами. Вот и могли к ним в тыл, так сказать, выйти. Там один-два человека. Вот. Так что будем тут ухо в астро держать. Ну, я им дал оружие для такой битвы на коротке. Вот, в общем, посмотрим. В идеале бы охотник у меня вот как раз контролирует вот эту точку спауна. И в идеале его поместить вот куда-то вот сюда. Вот, чтобы он на этом мостике их встречал. Здесь они будут идти и к нему по прямой и так далее. Но я это не сделаю. Вот. Дело в том, что будет не очень зрелищно. Будет здесь бой, будут выстрелы, будут, в общем-то, смерти. Их интересно будет смотреть, как пули летят и так далее. А нас постоянно будут переключать туда на охотника. Им тоже не зевать, потому что перебегут через мост и уработают его. Вот. Поэтому я охотника помещу вот здесь вот. Вот тут он у меня будет лежать. Вот давай сразу сюда двигайся. Бегом. Вот здесь вот. Значит, если что, он будет здесь вот на подмоге работать по мосту. И вот здесь вот будут их встречать. Минус такой ситуации. Знаешь, какой? Ну, могут, во-первых, пока идут они там через мостик эти враги, как кого-то из местных жителей убить. Ну, что поделаешь. Ну, ничего не поделаешь. Вот. Смерть его была не напрасна. А могут вот здесь вот сзади обойти. Тоже будем ухо востро держать. Если что, значит, что-то надо будет делать. Посмотрим. Ну, в любом случае, это будет не в начале боя. Это все-таки во второй половине боя. Если произойдет, то произойдет тогда. Вот. Ну, во всяком случае, не будет вот этих метаний камеры во время боя. Будет как-то проще смотреть. Мы, по сути, будем вот здесь вот. Вот все видеть здесь, что происходит. Вот. Что нам и надо. Так что вот здесь вот ложимся и не светимся. Все. Ждем. Я думаю, с охотником здесь вообще никто не пройдет. Он тут всех их. В общем, тут стена, можно сказать, с ним. Значит, Иванов у меня вот здесь вот будет. Вот здесь у него будет точечка. Но не сразу, потому что он будет базарить с Алонсом. Легко запомнить по пилоту Формулы-1. Вот здесь он будет с ним базарить. В общем, а после базара надо будет резко-резко куда-то двигать. И вот здесь вот он будет за этой трубой прятаться. Кидать гранаты. Если что, вылезать тут. Их поливать. Вначале из вот этого оружия массового поражения. А потом из своего автомата. Принято. В общем, вот так вот. А вот здесь вот будет у меня два снайпера моих. Рамон Франко. Давай только бегом. И сервула Урбана. Тоже давай бегом сюда. Вот здесь они у меня лягут. Прилягут. Наверное, им придется отходить. Потому что через несколько выстрелов их тут уже учуют. Враги начнут по ним потихоньку постреливать. Оружие у врагов. Вот нам с этим будет легко. Оружие у врагов будет на небольшой дальности. Вы видели, у них там какие-то мини-узи убитые. Это, пожалуй, самое страшное оружие, что у них будет. А так у них пистолеты. Так у них под 45-й калибр какие-то штурмовые автоматы. Тоже с дальностью что-то типа 10-15 в лучшем случае. То есть они не опасны на такой дальности. Она тут метров 50 как минимум не опасна. Но за счет большого количества и стрелять они будут постоянно-постоянно. Пуля дура, так сказать, прилететь все равно может. Когда прилетает, это очень неприятно. У меня тут ни бронежилетов, ничего у них нет. Так что, в общем, хоть они мне и не нужны, но все равно я за них-то в ответе. То есть кто-то из них погибнет. Я, в общем-то, наверное, буду переигрывать. В общем, вот так вот. Вот два. И они будут держать мост. Помогать держать мост. Отстреливать. Неприятно, помню, было, когда тут гора трупов уже образуется. Эти супостаты просто за этими трупами ложатся. И, в общем, пули попадают в трупы, до них не долетают. Вот для этого я, Ивановы, взял гранаты. Гранаты будут просто идеальны. Потому что если кидануть гранату в супостата, который стоит, он просто сбегает. Успевает убежать. А если он лежит, это вообще идеально. То есть пока он встанет, пока ломанется отсюда, пока повернется, пока ломанется. Успевает его гранаты очень неплохо накрыть. Так что вот, будем кидать. Будем кидаться. Ну все, все, мы готовы. Сохраняемся. Совсем забыл. Еще у нас пара вопросов есть, которые надо решить со старостой деревни. Сейчас быстренько до него добежим. Давай, Ивановым. Первый вопрос. Это надо, наверное, все собрать с земли. Давай, Сибирика, все. Все, сейчас у нас на земле пусто. А весь прибыток у нас не в тайнике. Наши автоматы тут. Удостоверения и прочее. Во-первых. А во-вторых, есть еще один у него разговор со старостой. Давайте определимся с добровольцами. Тут, конечно, можно ответить. Собирайте здесь всех, кто способен держать оружие. Если выбрать этот диалог со старостой, то из точек спауна тут некоторое количество крестьян организуется. В принципе, можно им дать оружие. Они там будут дать команду им. Они будут как-то там нам помогать во время боя. Но, если честно, я никогда это не делал. То есть, мне, в общем-то, я уже говорил, моя основная задача во время этого боя прокачивать Иванова. Я даже не хочу вот этих троих прокачивать. А уж тем более не хочу, чтобы, так сказать, стреляли фраги у меня, забирали какие-то крестьяне. И, в общем, вот, мне они не нужны. То есть, я думаю, что я сам справлюсь. Вот вчетвером мы справимся. Будет тяжеловато, но ничего. Вот поэтому вот этот диалог я не выбираю. В общем, этим я не занимаюсь. К сожалению, там какое-то количество крестьян погибнет во время боя. Ну, что поделаешь, в общем. Самое главное, чтобы старосту не прибили. Он вроде так стоит на отшибе. А здесь, в общем-то, не ходят. Насколько я понимаю, враги вот в этой точке спауна не появляются. То есть, они вот здесь и вот внизу. В общем, вот, не буду туда идти. Так, все. Прощайте. Все, бежим обратно. Становимся на точку. Ой, 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 куда побежал? Не сюда. Вот сюда. Терялся я. О, вот здесь вот. Давай. Все, скорость уменьшаем. Все готовы у нас. Ага, готовы. Нет, не готовы. Ружи опустили. Не опускать. О, боже, нет. Это на кого-то из крестьян там оружие, видимо, направлено. Но я думаю, что у него... Нет, куда-то уже успел сбежать. Ну да ладно. Все, сохраняемся. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...